В этом уроке мы рассмотрим отрисовку списков с помощью директивы v4, которая позволяет нам создавать цикл по какому-то массиву или объекту и отображать его элементы на HTML странице. Перед началом хочу напомнить вам, что необходимо знать HTML, CSS и JavaScript на хорошем уровне для того, чтобы изучать фреймворк, иначе будет очень трудно разобраться в том, как здесь все устроено, какой здесь синтексис, потому что все это завязано именно на основах HTML, CSS и JavaScript. Если у вас есть пробелы в этих областях, то вы можете изучить курс FrontEnd разработчик и после этого приступить к изучению фреймворка. Ну а теперь давайте начнем. Рассмотрим самый базовый пример директива v4, которая может применяться, например, на теге li, который находится в UL, для того, чтобы отобразить в тегах li в списке какое-то количество элементов. Синтексис здесь предельно простой. Мы можем указывать item in items, то есть какой-то элемент внутри массива items. И это все будет браться из наших данных. Давайте посмотрим здесь. Первый пример это идентификатор array rendering, он находится у нас вот в этом фрагменте кода. Здесь имеется массив items, это массив, состоящий из объектов, они разделены через запятую друг между другом. И здесь имеется ключ message, значение, например, пункт 1. Далее message, значение пункт 2 и так далее, этих элементов может быть любое количество. Это не обязательно может быть массив, указанный прямо здесь, то есть данные могут у нас подгружаться из JSON или же из какой-то формы, из базы данных. И в результате это все может выводиться в цикле. Таким вот образом мы здесь берем текущий элемент на итерации, проходимся в этом массиве и можем применять здесь для вывода в выражениях эти значения. Например, мы можем указать item, то есть текущий наш элемент и через точку те ключи, которые у него существуют во вложенных объектах. Здесь, например, есть message и мы можем указывать item.message и выведется как раз таки вот этот текст пункт 1. Здесь пример был изначально вот такой. Он демонстрирует нам то, что мы можем в круглых скобках передавать элемент и через запятую индекс именно в такой последовательности. И тогда мы сможем выводить индекс текущего элемента в массиве. Как вы видите, здесь у нас в результатах 0, 1, то есть они идут по порядку. Индексы в массиве начинаются с нуля, это основы JavaScript. Также здесь можно выводить какой-то родительский элемент. Здесь указано parent message. Давайте посмотрим, что это. Мы видим здесь parent message. У нас никак не связано с этим массивом. Оно просто находится в наших данных. Но мы можем этот элемент также здесь выводить и нам ничто не запрещает это делать в обычных выражениях, которые мы уже ранее рассматривали. Также здесь можно вместо in указывать of. Также как на JavaScript есть цикл for of и for in. Это немного разные циклы, но тем не менее здесь это одно и то же и можно указывать так, как вам удобно. Но в основном используется in по дефолту, так как все уже привыкли к такому варианту. Тем не менее будет работать, если вы запишите здесь вместо in значение of. Давайте теперь рассмотрим следующий пример. Здесь мы будем отображать свойства объекта через vfor. Также здесь добавилось у нас в круглых скобках еще значение. То есть мы указываем value, значение, k это ключ и i это индекс. Также указываем in, например, my object. И далее что-то выводим. Давайте сначала взглянем на вот этот объект my object. Вот он этот пример кода. My object у нас здесь имеет title, автор и дату публикации. То есть это у нас в отличие от предыдущего примера уже просто объект. То есть здесь не массив с объектами, а один единственный объект, у которого есть ключ и значение через двоеточие. И эти ключи и значения они здесь разные. Посмотрите, что мы можем делать. Мы можем указывать здесь как раз таки вот эти все значения. Ключ, value, то есть значение и индекс. Укажем это все через двоеточие вот таким вот синтаксисом и посмотрим на результат, который у нас получается. Мы видим здесь ключ title. Через двоеточие указано его значение и через двоеточие индекс. Как раз таки здесь у нас ключ title, значение. Индекс у нас указывается также от нуля. И это может быть какое-то другое число. Далее у нас идет ключ автор, значение IT доктора. Ключ published at и значение здесь указано data. Таким вот образом здесь синтаксис немного отличается. Появляется дополнительная возможность. Мы можем указывать здесь не только индекс, но еще и значение под определенным ключом. Как вы понимаете, здесь названия в скобках могут быть любые. То есть вот здесь можно записать, например, индекс. Главное, чтобы оно также у вас вот здесь соответствовало. И как вы видите, все продолжает работать, все работает. То есть не обязательно вот здесь должно быть value. Это может быть также item. Но, конечно, более логичные названия давать всегда намного лучше, чтобы было понятнее и нам в том числе, и другим разработчикам, если вы будете работать в команде. Поэтому в объекте используется такая терминология, как ключ и значение. В массиве используется терминология, как элемент. И, например, у него бывает какой-то индекс. Но вы можете эти элементы именовать так, как вам угодно. Просто есть какие-то общепринятые, устоявшиеся варианты, которые используются чаще всего. Поэтому мы здесь их также рассматриваем. Но учитывайте, что название вы придумываете самостоятельно для вот этих элементов. Главное указать правильно тот массив или объект, в котором вы будете проходиться и извлекать данные. Поэтому здесь это items, а здесь это myObject. И они должны быть в данных именно с такими названиями. То есть здесь это items, здесь у нас myObject. Здесь порядок этих свойств будет такой же, как в object case. Если вы изучали основу JavaScript, на что я очень сильно надеюсь, то вы понимаете, о чем сейчас идет речь. И здесь не гарантируется порядок следования этих элементов. То есть здесь они сейчас выведены title, author, published, add. В том же порядке, в котором они указаны в этом объекте. Но это просто совпадение. Поэтому они могут здесь указываться абсолютно в любом порядке. Это не массив. Они здесь не идут под определенным фиксированным порядком, в котором мы их указали в коде. Это нужно учитывать. Здесь просто совпало, что так получилось. В массивах же у нас элементы идут в том порядке, в котором мы указываем их друг за другом. От индекса 0 и до каких-то других значений. Поэтому массив всегда у нас последовательный. И там можно рассчитывать на какую-то структуру. В объекте же все это идет в рандомном порядке. Рассмотрим следующий пример. Как можно использовать вычисляемые свойства. Здесь у нас имеется even numbers. Это вычисляемое свойство. Оно находится в разделе computed, так как мы рассматривали это ранее. Оно у нас возвращает какое-то значение. То есть здесь можно указывать любой JavaScript код. В данном случае мы к this numbers, то есть к вот этому массиву, применяем фильтр и выводим все четные значения. То есть мы их возвращаем таким вот образом. И мы это можем использовать здесь. То есть мы проходимся по этим элементам, которые будут возвращены с помощью вычисляемого свойства event numbers. И выводим их вот здесь. Как вы видите, получаем 2, 4, 6 и так далее. Также обратите внимание, что здесь через двоеточие указан какой-то атрибут k, у которого значение совпадает также с текущим элементом n. Это значение не видно для глаз, но оно может быть очень полезно при работе с компонентами. В более сложных проектах, где у вас будут компоненты и они будут взаимосвязаны, в циклах рекомендуется указывать вот такую вот дополнительную привязку. Мы это будем рассматривать в более сложных примерах дальше в этом курсе. Но если вам интересно это узнать уже сейчас, то вы можете пока что почитать об этом подробнее в документации самостоятельно. Но, конечно же, на первых порах это будет немного запутанно и непонятно на значение этого атрибута. Тем не менее, вы можете попробовать разобраться. В дальнейшем, когда мы дойдем до этой темы, будет намного проще понять, для чего же это нужно было. И вы сразу начнете это использовать. А пока что просто можете использовать это таким же синтаксисом. Как вы видите, здесь это используется одинаково. То есть мы текущий элемент просто передаем в этот атрибут кей. И тем самым мы подскажем фреймворку view, как определить идентичность каждого элемента. И таким образом получится переиспользовать и упорядочить существующие элементы. Поэтому мы указываем уникальный атрибут кей для каждого элемента. Также мы можем использовать цикл до какого-то конкретного числа. Например, мы можем делать цикл 10 раз и выводить это значение. Здесь, как вы видите, инициализация крайне проста. То есть всего лишь одна строка указана. Мы проходимся от единицы до 10. И таким образом выводится последовательно от единицы до 10 все эти значения через запятую. В конце, обратите внимание, также присутствует запятая, потому что она указывается после каждого элемента. Но тем не менее, это может быть полезно в некоторых ситуациях, когда мы просто хотим выполнить какое-то действие, например, 10 раз или 5 раз или любое другое количество. Поэтому мы можем здесь просто указывать число и отображать вот этот тег span столько раз, сколько здесь оно указано. Также здесь можно использовать темплейт, как мы рассматривали ранее с директивой vif, если вдруг нам нужно сразу же отрисовывать несколько элементов. Здесь мы можем указывать сразу два тега ли при необходимости или же любую другую html структуру. Как вы видите, здесь темплейт позволяет сразу же группировать два вот этих элемента. В одном у нас будет, например, указано значение item message, а в другом просто разделитель. Этот пример, конечно же, довольно выдуманный, но тем не менее он позволяет продемонстрировать, для чего нужна вот такая вот обертка темплейт и как ее применять. Так же, как и vif, vifor может работать только с одним элементом. Поэтому, чтобы их объединить в группу, можно добавить вот этот темплейт. Он в результате не будет видим и никак не повлияет на наш код. Так же, как и говорил в уроке про vif, повторю, что vif не рекомендуется использовать с vifor. У vif будет больший приоритет, чем vifor, поэтому в условии vif не будет доступна к переменам из области видимости vifor. Давайте вот здесь просто возьмем какой-то абстрактный пример. Например, мы бы его указали вот так. Разработчики данного фреймворка не рекомендуют так делать. Из-за этого может возникнуть множество ошибок. Чтобы с этой ситуацией справиться, рекомендуется вместо такого кода написать что-то подобное. То есть мы указываем элементы с vif, но цикл наш мы выделяем отдельно на обертку темплейт. Как раз таки здесь это может быть очень полезно. И в таком случае никаких проблем не будет. И рекомендуется использовать именно вот такой подход. Поэтому разделяйте эти директивы на отдельные элементы. Пользуйтесь оберткой темплейт. И у вас не будет никаких проблем с отображением и доступом к области видимости переменных из разных блоков. Пока что многие из этих примеров могут быть не совсем понятны и логичны. Но тем не менее самые базовые варианты, такие как вывод элементов массива или вывод из объекта, достаточно понятны и прозрачны. И надеюсь, большая часть информации из этих уроков вам полезна. Вы понимаете, как с этим работать уже на данном этапе. Ну а если некоторые моменты остаются непонятными в данный момент, то обязательно со временем, с опытом. И когда мы будем изучать более сложные возможности данного фреймворка, вы будете это все уже лучше понимать, осознавать и сможете применять в своей работе. Ну а пока что смотрите все уроки последовательно, ничего не пропускайте. И также подписывайтесь на канал, оценивайте видео, комментируйте, делитесь с друзьями. И до скорых встреч в следующих уроках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok